Здравствуйте! В эфире программа «Оренбургский спорт». В студии я, Екатерина Кучумова. Сегодня в нашей программе детский спортивный телефестиваль школьников «Веселые старты», соревнования по уличному баскетболу и многое другое. Оставайтесь с нами. В августе этого года в Берлине прошел чемпионат Европы по плаванию. В смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 бронзовую медаль завоевала наша землячка, заслуженный мастер спорта Виталина Симонова. Это далеко не первое достижение Орской спортсменки. На ее счету победы на уровне России, Европы и мира. Несколько рекордов. В Оренбургской области Виталина бывает не так часто. Тем не менее, во время ее недавнего приезда нам удалось встретиться и пообщаться с чемпионкой. Добрый день, Виталина. Добрый день, Екатерина. Для начала хотелось бы разъяснить, где сейчас живет и тренируется спортсменка с мировым именем Виталина Симонова. С мировым именем. Тренируюсь я и живу в городе Новосибирске. В Ворске часто удается бывать? И что для тебя значит этот город? В Ворске не была уже как минимум два года. Ну, значит, то, что я там только родилась, воспитали меня бывшие мои тренеры, которые помогли мне сейчас. То есть Орина Павловна отдала меня в Новосибирск, помогла мне тем самым в достижении моих будущих целей. То есть у меня там никого не осталось, ни родственников. То есть единственное, что связывает это Орина Павловна. Она была с нами в Берлине сейчас на соревнованиях, поддерживала меня на этих соревнованиях. То есть какая-то все равно частичка, так сказать, с родного края, ну, потому что помогала тоже там. Как там все проходило? Насколько сложно складывалась борьба для тебя на дорожках? Я плохо помню. Я помню, что я была с парнем, который плывал по соседней дорожке. Все время спрашивали, а каково тебе было? Этот парень только что выиграл 100 метров брас, и сейчас плывет рядом с тобой. Я говорю, что не имело значения для меня, кто плывет. Видео, конечно, плывали, но сделала свое дело. То, что тренировала, на тренировках каждый день отрабатывала. То есть боролась сама с собой, можно сказать. Виталина, ну, по поводу мировых рекордов, какие из них, установленные тобой, еще не побиты сегодня? Ну, их всего, у нас три дистанции всего, 50, 100, 200 метров. На 100 и на 200 метров стоят еще мои рекорды. Сейчас какие цели, задачи стоят? Через год у нас чемпионат мира в Казани по водно-видно спорту. Сейчас уже начинаем готовиться. То есть неделю у меня немножко перерыв был, то есть дома побыла. И сейчас поедем в Грецию на сбор. То есть уже начинаем новый сезон. Ну, не прекращая старый, переходим в плавную, в новый. Ирина Павловна Симакова, отвечая на наши вопросы, сказала, что вот по Виталине Симоновой сразу было видно, что будет чемпион. Сама в каком возрасте поняла, что можешь многое достичь в плавании? Поняла это я лет минимум в 19. То есть только два года назад, когда ко мне пришло, это осознание, то есть начало немного получаться именно в спорте. Начало, ну, сдвигать свои личные результаты, потому что очень долго они стояли на одном месте. И, конечно, уверенность себе немного начала пропадать. А потом переступила через это, он помог мне очень, мой тренер, который сейчас меня тренирует. И мы с ним вместе сейчас идем к Олимпиаде, к Олимпийским играм, к рекорду мира. Когда плывешь в дистанцию, какие мысли в голове? Видишь ли, что происходит на соседних дорожках? За конкурентами, так скажем, следишь? Да. Ну, стараюсь, конечно, плыть именно с вами. Вот то, что произошло именно на чемпионате Европы, почему не получилось в финале. А пошла сразу за Педерсон, который рекорд мира сейчас стоит на 200 брас. Именно за ней погналась, хотела ее обогнать и сбилась с своего ритма. И это помешало мне проплыть даже так же, как в полуфинале, когда бы я могла спокойно быть, ну, серебряной медалью, конечно. И, ну, это сделала выводы, то есть все, дальше будет все хорошо. Наталья, ну, ты бываешь во многих городах, странах. Как считаешь, для того, чтобы плавание развивалось, вот в частности, в нашем регионе, что еще необходимо делать? Ну, это не только в нашем, вообще в России, в принципе, бассейнов очень сильно не хватает. И, ну, это как бы самый замкнутый круг, потому что тренеров тоже, у хороших специалистов не хватает. Из пединститутов, кто выпускается физической культуры, они из-за того, что платят больше, идут в фитнес-клубы. Инструкторами. И из-за этого получается, что у нас нет хороших тренеров. Что это за тренеров нет? Нет бассейнов, нет спортсменов. Ну, это не только у нас, как бы в самой России такая проблема. Бассейнов просто экстерфически не хватает. Нужно строить больше, конечно. Через две недели почти у тебя день рождения. В свои 22 года ты достигла того, чего многие за всю жизнь добиваются. Сама себя считаешь счастливым человеком? И какие мечты сейчас? Ну, мечты, я вообще в той цели олимпийские игры через два года, как бы что там уже будет. Думаю, что еще две олимпиады, то есть, как я считаю, а как минимум три хочу пройти олимпиады. Вот. Ну, я считаю, да, себя, на самом деле, что мне повезло. Именно в том, что спасибо большое Олимпалне, что она так получила, что она дала меня в Новосибирск, и что там именно все начало получаться. Нас наверняка смотрят начинающие спортсмены. Какой совет могла бы им дать? Что нужно, чтобы добиться успеха? Ну, я думаю, что вера в себя. Это трудолюбие. Не опускать руки. И, да, думаю, все получится. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. День города отметили по-спортивному. В рамках празднования этого события в Оренбурге прошли финальные соревнования проекта «Спортивный двор» и решающие поединки летней баскетбольной лиги. Скажем, преступности нет. В парке Перовского, где и сошлись сильнейшие команды, побывала наша съемочная группа. Магия стритбола завораживает. Одним нравится наблюдать, как мяч летит в корзину. Другие же предпочитают его туда отправлять. Впрочем, сегодня в парке Перовского собрались поклонники не только уличного баскетбола, но и футбола. Финальные соревнования по этим двум видам проходят в рамках турнира «Спортивный двор-2014». Этот проект притворяется в жизнь уже не первый год. Уже в этом году количество команд, принявших участие, более 250. Это практически в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Почему? Потому что ежегодно количество спортивных инструкторов во дворах у нас увеличивается. И, соответственно, спортивно-материальная база, материально-техническая база. У нас открываются новые хоккейные площадки, комплексные универсальные площадки, где в зимний период жители, дети, подростки катаются на коньках, а летом, в летний период, соответственно, играют в футбол, стритбол. Решающие поединки – это кульминация спортивной борьбы, которая во время летних каникул велась на различных площадках Оренбурга. С мальчишками и девчонками работали инструкторы, среди которых студенты института физкультуры и спорта, учителя общеобразовательных школ, ветераны спорта. Сильнейшие дворовые команды соревновались на уровне районов, а затем округов. Победители завоевали право выступать сегодня. До финальной стадии добралась команда «Троянцы», в составе которой тройняшки Никита, Максим и Дима Мелких. До золота парням не хватило совсем чуть-чуть. В своей возрастной группе 10-12 лет они стали вторыми. Мы как приходили сюда, в Перловский, днем, просто мячики кидали, потом играли в стритбол также 2 на 2, друзей некоторых звали с собой. Первое место хотели взять, на одну очко проиграли только. Вот могли бы и выиграть. А вообще соперники сильные были у вас? Соперники? Ну да, сильные. Ну как? Ну могли все-таки победить. Расставаться с баскетболом мальчишки не собираются. Тем более, что здесь на них обратили внимание тренеры. Братьев Мелких позвали в секцию баскетбола в 72-ю школу. Именно там, кстати, уже занимаются победители этой возрастной группы. Команда «Помидорчики». Над названием трио долго не раздумывала. Я ушел, он торопился, что первое в голову пришло. Да, в первый день мы были все в красных майках, поэтому назовались «Помидорчиками». Секрет успеха признаются чемпионы в работе над собой. Тренировки долгие. Каждый день ходили на улицу и тренировались. Летом по часов 5. Да, по-разному. Иногда даже 10 часов играли с 12 до 10. Теперь-то какие-то ощущения вы когда-то уже ладони дали у вас? Да, радость. Да, радость. Восхищение с тобой. На протяжении июля и августа соревновались участники третьего сезона летней лиги по уличному баскетболу. Скажем, преступности нет. По итогам состязания четырех туров среди юношей и девушек до 16 лет и старше были определены участники финальных игр. По 8 команд в каждой возрастной группе. Сегодня они также борются за места в тройке сильнейших. Через несколько часов площадки в парке Перовского опустеют. Пока же здесь шум, гам и веселье. Как и должно быть в последний день лета. Восьмой год в эфире. Детский спортивный телефестиваль «Веселые старты» уже в эти выходные снова появится на телеэкранах. Новый сезон не случайно совпал с началом учебного года. Ведь именно школьники выступают в роли главных героев телепроекта. О том, что готовит предстоящая серия игр, расскажем прямо сейчас. Тумба, тундели-тумба. Тумба, тундели-тумба. Тумбе, тундели-тумба. Тумбе, тундели-тумба. Тумбе, тундели-тумба. Эта работа всегда остается за кадром. Но именно она предваряет команду режиссера «Свет-камера-мотор». Сейчас это соединяем. Там есть внизу? Зацепили? Здесь тоже. Теперь вот это безобразие сюда вставить. В обычном выпуске «Веселых стартов» телезритель никогда не увидит, как готовят к соревнованиям батуты, как проходят эти самые испытания члены съемочной группы и рефери. Сегодня у вас есть такая возможность. Я рулю! Давай справа! Плохо ты рулишь? Нет, там Миша один угол остановил. Пустой, убери. Да нет, не право. Нет, нет. Да, да, да. Да, да, да. Серьезные, казалось бы, люди, организаторы и судьи. А на площадке смех, если не сказать охот. На то они и веселые, эти старты. Мам, мам, привет. В качестве рефери в поле уже восьмой сезон студенты института физкультуры и спорта ЛГПУ. И пары они вовсе не прогуливают. Скорее, опыты набираются. Учатся, как с детьми работать, как судить. Восьмой год в роли режиссера телепроекта Дмитрий Метальников. Бессмены и организаторы фестиваля. Два министерства спорта и образования, а также информационный агентств Орен Информ. В этом сезоне программу соревнований значительно обновили. Участникам предстоит не только покорить хорошо знакомые батуты, лабиринт, крутые горки, эверест, но и преодолеть череду новых испытаний. Среди них веселая гусеница, баскетбольный тоннель, перекати поле, новый конкурс капитанов, где они могут почувствовать себя настоящими борцами. Это шикарное мероприятие, шикарный конкурс, и вообще сам фестиваль, безусловно, это отличное мероприятие, берет гордость за то, что это есть только в нашей Оренбургской области. Над собой важна победа! Загоряем дух в азарте! Совершенству нет предела! Мы верим спорту, мы спартанцы! Пионерами в прохождении новых конкурсов стали участники первого отборочного тура. Восемь бесстрашных команд из Оренбурга, Переволодского, Тотского, Ташлинского, Александровского, Новосергиевского, Сорочинского и Красногвардейского районов. Дебют многим удался. Непростые испытания оказались по плечу и пришлись по вкусу. Когда были горки и пролазу по туннелям, вот эти конкурсы мне больше понравились. Прежде чем с головой окунуться в спортивную борьбу, команда презентует себя. Сделать так, чтобы первое впечатление оказалось положительным, задача ответственная. У меня есть музыкальный руководитель хореографический, Татьяна Тольевна. Она нам придумала этот танец, помогла сделать его чисто. Когда мы его выучили, мы сами по себе репетировали. Борьба капитанов едва ли не самый яркий и напряженный конкурс программы. Исход поединка предугадать сложно. Лидер команды «Экстремалы» в первом раунде уступает сопернику. Во втором сравнивает счет. В третьем ставит победную точку. Наставьте внимание, я выиграл. Иначе я выиграл. Мы смотрим, как мы продолжим за свидание. Кто будет сильнее? Какие кровати? Вот это что-то предали. Еее! Ну что же, вот вы посмотрите, радует, радует человек почти не помнит. Ну что ж, молодцы. Молодцы. Попробуем последнего свидания. Сложно тебе было, нет? Ну не очень. Но соперник был сильный. А в чем основные трудности были? В его высоте. Новый веселый старт и обещает быть не менее захватывающими, чем все предыдущие. Первая игра восьмого сезона в эфире ОРТ «Планета» уже в это воскресенье. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Смотрите наши сюжеты и на сайте orininform.ru. До встречи ровно через неделю в программе «Оренбургский спорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова